Кто-то считает, что планшеты стоит уменьшать относительно стандартного размера 10-9 дюймов, а кто-то, как например компания Panasonic, считает, что планшеты можно делать и побольше. Вот такая вот вещь! 20-дюймовый планшет Panasonic, специально созданный для профессиональных фотографов, ретушеров и, в принципе, прочих дизайнеров. Смотрите, есть вот такой лютый стилус, я бы сказал. В принципе, несмотря на то, что он большой, его достаточно удобно держать. Здесь есть инфракрасный порт, насколько я понимаю, и, ну, в общем, довольно стандартное перо. С его помощью можно управлять планшетом, но этот экран реагирует и на пальцы. Гаджет работает под управлением Windows 8. Здесь обычный Windows 8, не RTS. Соответственно, сюда может устанавливаться, например, Photoshop, где бы он ни был. Только что мне показывали, как с помощью этого планшета, этого стилуса, вырезается часть изображения, заменяется на другую часть. То есть, в общем, все стандартные функции Photoshop работают, проблем нет. Гаджет построен на платформе Intel. Здесь стоит Core i5 с последнего поколения с частотой 1,8 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ SSD и графика NVIDIA GeForce. Гаджет реально тяжелый. То есть, ну, я не знаю, на какой-нибудь пленер, наверное, с ним можно выйти, но проблема только одна с ним. Батареи хватает не очень надолго, на 2 часа всего. Дальше нужно подключать гаджет к сети вот с помощью такого адаптера. Кроме того, на правом торце, помимо гнезда для подключения зарядного устройства, есть порт microUSB для подключения внешних устройств, слот microSD для соответствующих карточек объемом до 64 ГБ, кнопка блокировки ориентации экрана, регулятор громкости, кнопка включения блокировки. Сверху ничего нет. Вот такая вот штука. Сзади она выглядит вот так. Алюминиевый корпус, быстро заляпывается. Ну, наверное, это, конечно, в условиях выставки, но, тем не менее, очень-очень горячий. Руки прямо-таки жжет. Я не преувеличу, если вот сейчас скажу, что мне уже реально неприятно. Ну, вот особенно здесь, в этой области где-то находится, очевидно, либо основной процессор, либо NVIDIA-вский чип. Здесь, на левом торце, есть индикаторы загрузки процессора, жесткого диска и так далее. Хотя какой жесткий диск? Здесь SSD. На нижнем торце нет ничего. Вот такая вот штука. Разрешение это чумового дисплея составляет 3540 точек на 2560. Выполнен он по технологии IPS и, в общем, что логично, потому что это гаджет для дизайнеров. Углы обзора вообще просто максимальные. Никаких, никакого инвертирования, ни выцветания, ничего. Все отлично в этом смысле. Но тяжелый, работает мало и стоит, очевидно, очень дорого. Очень нишевое решение, конечно же, но довольно необычное, интересное. Вот это вот для потребления контента, а это для создания контента. Продолжение следует...